Привет, друзья! Это Игнат, и вы смотрите Атветикус. У меня к вам такой вопрос. Если представить, что вот эта дыня в моей руке — это наша планета, а вот это яблоко — это Луна, как вы думаете, на каком расстоянии Луна будет находиться от Земли? Вот так вот? Может быть, так? Или где-нибудь здесь? Большинство моих знакомых, которым я задал тот же вопрос, сказали, что Луна находится приблизительно, ну, может быть, вот на таком расстоянии. Итак, давайте с помощью калькулятора, листа бумаги, простой рулетки определим, где на самом деле находится Луна. Луна. Итак, знаю диаметр Земли, который составляет 12 756 километров, и расстояние до Луны, которое составляет 384 400 километров. У меня получилось, что это яблоко должно находиться на расстоянии 4,5 метра от нашей дыни. Признаюсь честно, я не ожидал, что Луна находится так далеко. Мне всегда казалось, что она намного ближе. Я даже не сбежал этой ошибки на прошлой неделе, когда я делал видео о том, как я наблюдал здесь лунное затмение. Я думаю, что эта ошибка связана с тем, что Луну и Землю изображают на всех картинках гораздо ближе друг к другу, чем это есть на самом деле. Из-за этого у нас формируется ложное представление о расстоянии между ними. Но вот что интересно, что было бы с Землей, если бы Луна находилась к ней гораздо ближе на самом деле? Скажем, в 20 раз ближе. То есть для нашей дыни и яблока это расстояние составило бы примерно 25 сантиметров. Как мы знаем, приливы и отливы вызываются лунным притяжением. Так вот, если бы Луна приблизилась к нам в 20 раз ближе, то эти приливы и отливы были бы настолько огромными, что такие города, например, как Лондон и Нью-Йорк, просто полностью скрывались бы под водой под гигантским цунами. Так что, может быть, для нас это не так уж и плохо, что Луна находится так далеко. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе моих новых видео. Также обязательно посмотрите мои другие видеоролики и в первую очередь ролик о лунном затмении, о котором я только что упомянул. Большое спасибо, что смотрели и до встречи.